Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас номер 189 события дня бытие 3 19 в поте лица твоего будешь есть хлеб 18 июня 2016 года суббота ничего здесь уже не стал выписывать все еще поздравления идут с днем рождения главное событие у нас это троица день троица подготовиться деревне все по-другому никуда не надо ехать никаких веточек не надо искать потом увидите как у нас тут было в храме украшено ты дней через десять может запозданием все идет я записываю здесь где можем запишем ролики отсылаем на обработку обработка в чем заключается закачать мы ничего не убавляем и добавляем ни один модератор не администрации никто ничего не добавляет к тому что мы даем чисто мы наслаждаемся этой жизни благословение господним премудро устроена богом все люди могут только звуки слышать а видеть не могут многое пение птицами это них не видят и сам их видим здесь прямо конкретно вот она сидит кукушка прямо на проводах возле самого лагеря стана это все записываем в городе если собирается на короткое время там в лагеря которые не едет еще сравнивать с тем что здесь они бегают по полю играют все видят останавливается говорят а вон тучи черные идет не знает где завтракать будут все выбирает более самостоятельные дети не связанные он идет он не ждет трава не томится никто его не толкает есть такие которые заметить чуть-чуть его сделать такие мы делаем так называемой разборки с одной семьи и дети а между собой не дружные девочки одна только из них дружно а другие мальчики даже дерутся в городе что ну подрались здесь дается ему разъяснение показаны где ты можешь ему быть помощником сейчас подготавливаем в городе допустим тебе надо воды или рыбы деньги деньги бумажки и такое интересно никакого ну поел дальше еще не то не видел эту рыбу как она плывет трепещется приводит приносят ее сами конкретно сам человек ловит эту рыбу вчера мы их запустили в бак дети глядят вы понимаете это вот настолько естественно все природе вдумали вчера мы песнопение одну когда ты написал стихотворение о корове сравнение с лошадью лошадь по писанию нечисто вот называется и последнее о корову во дворе начальник и что пошли в лес из храма как пришли дети одеты по праздничному по церковному пошли в поле мы забежали домой взяли собачку шарика в городе ничего это нельзя сделать даже этого пошли наше стадо в поле коров гурт можно даже назвать там небольшое стадо с овечками пришли потренировались там же первую репетицию но новые люди то не знают мы но все равно пропели на фоне я говорю подогнать к озеру надо подогнали к озеру пруду вот уже другая картина корова залезла стоит там по вымя был глубже в воде овечки здесь потом они выходят бык порос порос это поразует рассказать осеменитель отец стадо он еще молодой подходит кучерявый лоб можно задеть его дети тянутся руками к коровам даже простое и тут же а корову во дворе начальник и коротко рассказываем о молоке о корове какую роль она играла всегда кормилица но если так рассудить какое животное вперед человек приручил конечно корову толковать нечего в городе это никак нельзя сделать вот такое простенькое нельзя это искусственно создать люди собрались вместе по разным причинам другие там родились он город я поеду ну поехал город что все абсолютно чужое вот только шагнул из квартиры шаг шагнул уже чужое счетчики не знаю там выворачивает и погулять не погулять вышла бабка погулять пишут он ребенок в песочнице на рядом 15 этажный дома и видит летит оттуда бутылка чё она будет смотреть ребенка прямо бьет и убивает на смерть в песочнице но окно закрыто нигде не видно никого а там гуляет и знать ничего не знает уже убили здесь возможно ли такое нет я вышел на улицу гляжу брат андрея идет устинов и с ним сын исааки и много что-то березовых веток большие их несут прям как молодые я говорю а куда это такие березки ты как куда в храм сам же спрашивает андрея что это означает он я начинаю рассказывать о еврейской праздники почему на 50-ый день как я за то уст толкует мы идем разговариваем и ветки в руках а тут володя баню затопляет с 11 договорились баня нигде не надо идти веник покупать не надо березки растут 50 метров я вышел из дома свои они пушистые такие наломал не ломал нарезал пошел нож взял ну принес и начинаю вязать веники веник связала дину крупный большой второй поменьше сделал пополам поровну и подошел и володя говорю вот тебе подарок за то что успевай в баню топить все свежий веник а потом сделай то что не рассыпется ни копейки своей рукой сделал связал теперь в баню вот я ему велосипед его стоит здесь володя его кнопку там сзади ящик думаю выпадет дай впереди воткну вот ну вроде проще полония заходит огонь веник то я вижу веник они кто взял денег какой веник а вот тут все это у скворечника скворечником домик называется похоже на скворечник где я живу в настоящий момент пишу нету надо же вот тут я согрешил я сразу подумал определенного человека который идет мимо и берет считает что-то его побежал узнать не знает меня у рыбашки тут воротник совсем уже сотлел и это маленько пришли это я руками пришлю будете недовольны ну шили так красиво нашила мне надежды что и снимать не стал в ней сейчас как раз сижу и в храм пойду сегодня не брал да кто же был теперь смотрю кто пас коров кто мог пройти мимо в ограде никого куда делся веник это владе нашел его ветер поднял ветер и он упал рядом в крапиву веник упал осудил человека и прости господи еще осудил то подумал а сам подумал думаю вот веник какой я сделал хороший то что даже потребовалось его забрать кому-то володя доволен даже этот простенькое такое нельзя сделать городе куда ни поверни нельзя я сейчас ребятишкам готовлю не знаю как назвать это кушание такое добавляет в суп свежие тут серофима гавриловна и 88 лет она набрала мелкий лук там то ли лишний или что много помыла я как помою на утро дам зайдите у ней взяли у нас ей дружба завязалась она может поменяться дружба но главное принесли луку много те я это беру мелко режу и долго искал эту домную крапиву везде жгучая это наша потеряешь к нашел листьев набрал все это в тенечке все свежие но одувальщик тут проще всего листья дувальщика жирные такие плотные вот их набрал репью маленько переборщил все тут же помыл и скрошил в кастрюлю и толкушкой толкушка мной сделала сам все твое потолок теперь он доклад докладывает не докладывает а докладывает в чашку в первое когда это володя понимаете все витамины дети начали горьковато игр ничего это вам на пользу и и проще невозможно вот даже они поспорили старший младшего обидел он тут я разборку и сделал где в туалете его зажал там стартире мочить и увидите этот ролик будет наказать надо без наказания никак не может быть отложил там дня на 2 но сказал в туалет ты больше старше можно лет 12 заходить не будешь вот тебе лопата и будешь уходить вон туда там за крапиву за строение то что ты ввел себя неправильно и все вы даже доказать в городе я вот так не могу а здесь адекватно как соответственно тому и все как надо вот события дня какие в деревне тут ну какие тут события это взрывов тут не было в городе это возможно нет этого аварии какие-то упал кран здесь крана нету ну там на машина машина ни одна не проехала вот какой-то не знаю там опылитель колеса такие железные ну то есть задний зал полную бочку по трассе по нашей которые делали провел разрезал пополам буквально он как я думал плут прошел прорезал весь щебень песок глина и до черной земли достал ну безобразие но говорить уже не буду уже переговорил так женой это событие почему там городе хоть сто раз асфальт зарви никому-то не нужно здесь наша ты переживаешь через это думаешь как поправить эти пруды вот эта вода там поднялась нынче из-за того что в пруду поднялась то и здесь и все новости рядом все ближает это все близкое и родное вчера договорили что сегодня в храм пойдем все босиком а вот дождь ночью-то прошел но и но это невозможно даже говорить об этом в городе пошли босиком почему с ними обувь твою от от травы много нас на сырой траве постоять в храме это так уникально это так чудесно но все такое прям как не поверни какая-то одежа вчера уже идти в храм но рановато немножко оделся гляжу тут одежка лежит такая непонятно откуда привезены на холодильнике посмотрела непонятно ношеная и ношеная ниже белье тут же побежал в баньку наша рядом постирал это все тоже горячая вода вручную постирал и повесил сушить думаю нашим братьям предложу тут ниже белье мужское одеяние в городе даже это никто невозможно там не мелочи такая мелочь о чем рассказываю на это жизнь это мозаика вот во-первых там уже не валяется во вторых это чисто в третьих есть что предложить а предложить вчера одна я нила и говорит александр на глушкова вот у нее там нужно отмостку к дому сделать володю дать володя не может на минуту он занимается с детьми да как же так на другие они может не уве все володю я посмотрю а этот виталий работает у матушки пошел и сказал денег столько надо уже у матушки заработал на элементы отослать теперь я буду свободен я говорю ты сам не подходи а я и скажу что ты свободен она подойдет не ты напрашивался тебя попросили делать она тебе тоже заплатит и теперь кормишься скажи там будешь кормить и где работаешься и виталий доволен и во вторитет стал ходить здесь он не за но это не володи володя везде успевает а тут деревенские наши приходила любовь минаева александровна готовила для детей утром сделала ушла а игорь глушков уезжает на неделю куда-то в сургут везет молочную продукцию она видимо ухаживает нашел курицы он порушил свое хозяйство молоко покупает соседней деревне сепарирует любит это слово сепарирует и там продают это ему оправдывает и поездку тысячи тысячи километров больше оправдывает все но семья кормят и видите как а в городе в городе нечего кормить нечем сколько людей решили жизни там и себя руки наложили а здесь земля земля кормит заводи корову работой у тебя все будет а сейчас она приходит утрами и готовит видимо договорились напротив ирина устинова вот теперь она утром прибегает тут все по привилению сына меньшего отдали я сказать вот ему надо поучиться здесь и как приводит одежду переписывает это все это увидите отец стоит но ничего в городе это невозможно это это жизнь и она приходит гляжу там у нас называется щебарничать с посудой возиться там на кухне и тоже сидим и в городе бывают детские какие-то там устраивают они днем а потом надо на ночь разъезжаются в общем городе не выйти никуда здесь они бегают работы полно собирают щепки маленькие ребятишки это все так весело и в поте лица будешь есть хлеб поте если они занимаются они работают вот события наши все которые потеряем ски а что тут в интернете уже ничего не стал рассматривать уже все было так сказать чтобы но раньше были матерками там нет этого сейчас нет господь услышал молитву запретил а те которые что-то нападали ну дворкин остался дворкин один он приехал бы у меня погасил здесь те которые противники я их приглашал сюда приехать пожить и келью можем отдельно дать это простой один субботний день потом володя ведет там никита моет ребятишек мальчиков и деревне прошла пришла или совета и уже большая на лет 16 видимо так раз детей водит купаться на норма такая чтобы может водить купаться тот кто лет 16 ему есть 16 лет и умеет хорошо плавать в городе этого нельзя сделать а купать это рядом прямо рядом и она пришла и мы все повела это девчушек там помыла уже не знаю прихожу тоже ролик увидите все помыли все это событие событие вот они первый раз сходили в баню русская баня ну конечно веники не даю им это не надо это событие не мирового масштаба маленько поменьше но она показывает как жили первые люди которые конечно ничего не имели нас не сразу нельзя сравнивать там где-то мы пензенские затворники здесь электричество есть вчера стирки не было заправить предпразднество и как собираются идут строим мы все надо видеть ждем пополнение с разных городов еще должны поддержать могут как было договорено вот эти события у нас на сегодняшний день как бы переходят потому что что вчера было в храме готовились это на сегодня праздник я святой троицы а в храме стоим ласточки летают свили гнездо прямо на печь стоит у батюшки там котел и на котел из котела труба идет труба внутри храма и в окно выходит и они тут гнездо свили а веток натолкали везде ветки высоко поднимаются гнездо прям закрывают я попросил там отломить тут убрать и чтобы яйца не застудили в бане пошел наказ из самой бани дверь не открывать а предбанник не закрывать потому что под потолком вывелись ласточки тоже я их беру руками смотрю желторотики ну невозможно ничего это в городе дети это видит и у них улыбка не ходит не сходят с лица у дворкина как-то международного рождественские чтения не там против меня там дудин написал пакости всякие и дали считать она никогда не знает смотрит перетолковывает по-своему ну и что ой в ростком хоз куда там написать что такое там дети но опять дети они сергианцы без мирской власти шагу шагнуть не могут но вы-то остались со своим но разошлись значит там как хулили говорили ничего у вас нет у нас опять новая жизнь новый день и радость и они как же так там наказывают детей а они веселые смеются им нравится то есть не понять еще не могут у нас называют это деревянные мозги ну одно то что дети все время веселые радостные но тебе ничего не говорит что то высшая похвала куда бы я не пошел они за мной как вот за уткой через дорогу когда переводят они на каждом я но отойдите от меня ну дайте мне хоть минуту подумать размышлять игнатий тихонович игнатий тихонович вот на каждом шагу вчера ты к двоим сделал замечание ну прям за ноги говорю хватайте а им что-то надо сказать там вы разрешите девочка такая же уже большая серия ну решайте между собой то вот есть воспитатель владимир александрович пащенко с ним занимайтесь вот если бы было плохо чем они лезут а ну какие же вы психологи то ничего понять не можете как они ведут себя дети за обедом посмотри какая щинность порядок на холме на навозной куще сидим и и тут порядок какой вот приходят вчера раздаю это все в интернете будет поставлено молоко свежее молоко только подоили черпает подает тут показывать блины из деревни принесли они уже знают сколько нас избытком только блины эти едят с молоком ну не считая там первое второе с подливом там каша масса маслом и еще партия блинов пришла из другого дома для лагеря понимать в городе нищие невозможно все чужие чужие этого мало притом сейчас отключение электричество нам нужно нет у нас дрова даже не заметим но я замечу что не могу выйти в интернета да и в интернете тут установили большую тарелку у меня и связь довольно приличная но много высчитывает и я стараюсь в интернете не быть хотя сейчас данный момент это в интернете вот и на этом все события кончились уже 6 утра никита мне позвонил по телефону дает сигнал вот богу нашему слава вовеки